Министерство строительства и ЖКХ России провело масштабное исследование качества городской среды. Индекс подобного рода в масштабах целой страны рассчитывается в первый раз не только в России, но и во всем мире. В исследовании приняли участие 1114 городов. Набережные Челны вошли в топ-15 в своей группе. Критериями рейтинга стали такие направления, как жилые и прилегающие территории, уличнодорожная сеть и озелененные пространства. Набережные Челны оказались в группе, где конкурировали города с условно-комфортным климатом и населением от 250 тысяч человек до 1 миллиона. Из 59 городов в группе Челны заняли 15-ю позицию, показав равные результаты с Владикавказом и Новороссийском. Эти города заняли по 202 балла из 360 возможных. Согласно исследованию Минстроя, сильной стороной Автограда является жилье, куда входят многоквартирные дома, индивидуальные жилые секторы и прилегающие пространства. В этом направлении Челны набрали 41 из 60 возможных баллов. Мнения горожан на этот счет разделились. Дворы желают оставаться лучшими, потому что дороги уже устарели, очень много ям, а дома очень красивые, современные. Все удобства, все сделано хорошо. Ни в одном городе так, мне кажется, не живут, как мы живем. Была бы освещенность, чтобы люди могли, ну вот ночью уйдешь с работы, ничего не видно. Меньше всего баллов набережные Челны получили в категории «Озелененные пространства». Этого мало, потому что если захочется где-то отдохнуть, побыть в каком-то сквере, приходится ехать. Не замечаю такого. То есть можно спокойно сходить в парк там или спуститься к каме, и там довольно приятно. Стоит отметить, что работа по обновлению челнинских парков и скверов в последнее время ведется особенно активно. Сейчас идет реконструкция старейших городских мест отдыха – Гренада и парка в поселке ГЭС. Как подчеркивают в правительстве России, проведенные исследования следует считать не просто рейтингом, а вспомогательным документом для будущих действий. Алексей Гарнышев, Андрей Буслаков, Челны24.